всем привет друзья вы на канале дтв и сегодня мы будем рассматривать мини-проектор вот такой проектор мини-смарт проектор модель называется у него x22 g значит что у него есть он на базе андроида 71 делу пи проектор юсби два порта вай фай значит стоит такой на алиэкспрессе 13 тысяч 900 рублей по скидке без скидки 14 тысяч значит со склада москвы доставка бесплатная вот до санкт-петербурга доставка составила три дня через службу email есть такая служба доставки и так давайте мы сейчас посмотрим есть такая голограммка здесь упаковка конечно же я уже его вскрывал смотрел вот итак поехали что же там в комплекте давайте посмотрим значит такой адаптер на 5 вольт идет в комплекте для зарядки пишет что проектор выдерживает где-то часа два вот если смотреть видео это неправда где-то час быстро заряжается лучше сразу на зарядку стоит так отложено далее hdmi кабель комплекте полноценные все как надо выпускная способность 4к у него вот все не узнал что оказывается бывает hdmi 8 к привет ниша познакомьтесь это миша наш подруга помогает значит пульт управления вот вы можете доплатить еще 1200 рублей там будет дополнительный пульт управления здесь будет голосовая функция специально нажимаете и можно там окей google грубо говоря сказать или в поисковой системе будет быстро находить я не стал покупать вот я подключил мышку очень прекрасно работает через usb работает пульт от мизинчиков обязательно приобретайте отдельно потому что в комплект не входят ниша держи пусть у тебя это будет ниша как тебе лишь расскажем миша нравится дальше вот такой кронштейн тренога на который можно поставить красивый такой чехол вообще прекрасный просто давайте сейчас мы раскроем посмотрим что там такой проектор небольшой чтобы понимали вот моя рука и такой проектор значит здесь специально защелкивающее устройство так открывается объектив открывается значит смотрите название у него точно юбимер x2 значит здесь два гигабайта оперативной памяти вот штат 20 гигабайт внутренней памяти значит есть слот hdmi под наушники под зарядку 5 вольтового то что я вам показал два usb порта если не ошибаюсь но они заявляют что тот типа 30 порты честно говоря так кнопка включения выключения и можно sd карту поставить здесь специально под кронштейн заворачиваются и вот информация может быть кому-то интересно два с половиной ампера модель x2 так вот миша уже играет миша 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 не балуйся вот здесь так на киску все это стабилизация ходит рожь тора долл не знаю что такое серийный номер здесь все понятно и динамик да соответственно не знаю многие пишут что динами плохой я из этого заказал тоже динамик bluetooth кстати bluetooth тоже здесь есть вот но не знаю мне динамик как сказать обычный динамик специально здесь противоскользящие ножки резиновые такие прорезиную вот итак давайте сейчас будем собирать его итак поехали накручиваем каким-либо способом анштейн другую сторону такая тренога да забыл сказать здесь сенсорный экран давайте мы сейчас поставим вот так он на треноге стоит как вы видите так сейчас подвинук ноутбук здесь у нас будет экран хотя бы так сейчас еще светло так здесь нотка включение включаем эту кнопочку загорается такие индикаторы открываем шторку и нажимаем зажимаем кнопку он ждем несколько секунд так давайте опишу поставлю сейчас он загрузится работает без нареканий мне все в принципе нравится смотрите если его дальше отводить соответственно картинка будет большая значит по меню давайте возьмем пульт управления вот у нас значит youtube так миша отойди пожалуйста миша 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 дай нам да я людям покажу в меню ниша зарядка видите пишет осталось 20 процентов зарядки поставить на зарядку значит что это такое сэм скрин это можно подключить установив программу на телефоне сейчас подождите называется е-шарм вот и можно передавать все что на телефоне на экран соответственно видите цвета очень сочная у него автокоррекция происходит сам определяет по экрану как чего-то миша отойдите пожалуйста вот выходим вам меню далее папка идет открываем папочку файл менеджер здесь апкашные можно файл увидеть который устанавливается вот смотрите систему примерно занимает где-то около 4 гигабайт есть пару программ не установил небольших вот значит ведь офис софтворд мэйдж можно смотреть там вайфа и удалять здесь программа соответственно числе не устал вот таким образом так но здесь ничего интересного нет это как любой обычный android только он не урезанный android здесь можно все программы устанавливать значит play store давайте зайдем туда play store это play market андроидовский вот те же самые как вы видите программы ebay там все что угодно фильмы приложения все что угодно можно установить давайте давайте мы сейчас посмотрим миша 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 немножко мешает здесь тоже понятно не будем застрять так и теперь я покажу программы которые уже были установлены здесь в лепс центре заходе смотрите здесь самое интересное вот есть такая программка всем рекомендую на ее в play маркете нету hd-видеобокс сейчас вы послушайте заодно звук конечно при полностью темной комнате будет идеально все это смотреться здесь в программе hd-видеобокс бесплатные фильмы можно смотреть но давайте вот допустим мультфильмы сейчас я какой-то найду загрузим бесплатный мультик давайте любой так там есть вкладка видео сейчас я покажу вот ну и туда нажал все секундочку миша мешает миша давайте трейлер я сейчас включу покажу трейлер как показывать заодно же звук послушайте давайте поближе сделаем вот такая картинка звук неплохой вот я уменьшу вам было лучше видно сразу идти стабилизация срабатывает все не знаю телефон успевает стабилизацию включать не выключать вот такие вот макаром можно смотреть мультики детенки фильмы и так сейчас отключим вот здесь все понятно то есть рожда видеобокс можно фильмы смотреть ну я люблю еще посмотреть вот 20 каналов цифровых цифра тв я включаю тоже сейчас стабилизация звук вы слышали как бы да вот неплохой звук давайте кому россия сейчас попробуем включить пультом неудобно здесь конечно надо давайте мы сейчас подключим мышку у меня есть такая прекрасная мышка тоже 600 рублей отдал за нее на алиэкспрессе не хочет фокусироваться с компьютера сейчас я тут отключу мышку мы вставим ее в разъем подождите секундочку так вот я в разъем вставил вот нажимаем клик и вот у нас видите появилась мышка давайте телеканал вести откроем вот телеканал россия прямой эфир все работает вот здесь конечно красавица давайте я вам покажу на потолоке ну свекло очень мигает потолок очень здоровенный на стене конечно же без экрана просто показывают вот продаются еще специальные антискользящие экраны вот единственное линус этого кронштейна все время заваливается назад крепится он на сторону можно выровнять его итак давайте дальше покажу как подсоединить hdmi кабель сейчас мы выйдем всех программ здесь и покажу вам меню в принципе на этом все и так вот в комплекте есть hdmi сейчас мы тоже подключим компьютер допустим вот к компьютеру и сейчас каждая видеобокса итак подключили к каждой видеобоксу миша ну ты мешаешь правда и заходим в меню сейчас подождите киса пройдет мимо отойди пожалуйста киса мне не показать вам прям вот сейчас мне вот hdmi нажимаю и вот у нас появился наш рабочий стол с компьютера здесь единственное что нужен конечно хороший экран чтобы по hdmi передавать допустим с компьютера да видите как зернистость такая есть не сфокусироваться ему либо кабель нужно хороший здесь нехороший особо кабель вот видите как бы оригинал получается так миша отстань это правда оригинал и как бы там зернистость получается вот итак давайте я вам сейчас пройдемся по меню миша сейчас подруга отойдет так давайте сейчас отключим режим hdmi и вернемся в общее меню это два раза правая кнопка мышки значит видите кнопка зеленая здесь горит индикатор это wi-fi подключен вот заходим меню значит что у нас меню это сеть bluetooth звук приложение хранилище и сброс обустройство в общем стандартные как у всех андроидов единственное что здесь дополнительные сейчас настройки по экрану brightness это светлость там не знаю что там идет авто кейсом это автоматическое то есть он сам экран выравнивать под экран который будет под грань экрана непосредственно up down кейсом это верхняя часть сужается либо расширяется и left-right лево-вправо то же самое лево-вправо тоже расширяется или сужается экран я не буду сейчас это показывать как это происходит потому что потом почему-то очень сложно вернуть настройки хотя есть автокейс то но не проходит дата и время язык клавиатура поиск и добавить устройство что могу сказать здесь обязательно надо переходить на русский язык потому что он поставляется изначально на английском языке вот вот и ставить разрешение устанавливать сторонние здесь программы получается просто я когда его распаковал подключил к wi-fi к сожалению не мог установить какие-то программы стоял английский язык а и обязательно дата и время надо указать если вы не укажете дату и время российской вы не сможете вообще не чувствовать почему-то на английском языке вот он как-то не работает что не знаю давайте в youtube кстати зайдем покажу какой здесь youtube наша киска youtube могу ли я рекомендовать данный проектор да сто процентов рекомендую прекрасная проектор очень хороший не только для детей ну и для взрослых и можно и по работе что-то делать и видео и фильмы смотреть ну считайте полноценного с android вот к сожалению нету обратно hdmi в обратку есть такие проекторы которые подключаете да можно выдавать как бы да на экран через hdmi допустим устройство ноутбук подключить или там не знаю DVD какой-нибудь или там игровые приставки можно подключить вывести а вот обратно android вывести на телевизор допустим не получится я пробовал и к сожалению обратно обратки нету hdmi здесь просто есть такие устройства имейте ввиду что это устройство не поддерживается вот вот так ну давайте посмотрим что у нас тут есть давайте канал напишем dtv сейчас я ну и включим послушаем как и вообще посмотрите как вот он покажет канал наш здесь вот он наш канал dtv нажимаем вот видео видите как он здесь как бы сделан здесь просмотр трейлера есть на канале видео немножко он по-другому не как на компьютере мы сейчас нажимаем просмотр трейлера и вот наш трейлер звук послушать спасибо за просмотр надеюсь я вам все показал вот пожалуйста пишите видите это наше видео пишите пожалуйста комментарии вопросы свои пишите обязательно я на них отвечу смотрите наш канал dtv вот есть смешные такие видео все для вас вот следующее видео мы сделаем камера будет у нас камера экшн так что смотрите следующее видео с экшн камерой всего доброго всем пока 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 вот так он выключается всем пока миша скажи всем пока миша и